Между Чебоксарами и Новочебоксарском будут курсировать троллейбусы. Сегодня началась тестовая обкатка по новому маршруту. Пассажирами первого рейса, связывающим города, стали и мои коллеги. Рейс тестовый, но салон троллейбуса заполнен словно в час пик. Перед тем, как запустить регулярный маршрут, важно понять, насколько в нем нуждаются жители. Попутчиком горожан сегодня стал и глава региона. В Новочебоксарск троллейбус отправляется от Красной площади. По пути 23 остановки. Расчетное время рейса из столицы республики в город Спутник 48 минут. Среди первых пассажиров Елена и Валерия Красновы. Вместительный салон. Вот что в первую очередь оценила горожанка. Мы вообще очень-очень долго ждали этого события. Я представляю, как, наверное, рады сейчас студенты, потому что сама, будучи студенткой, много лет ездила в Чебоксары. И помню, как не всегда удобно это на маршрутке делать. Среди пассажиров межмуниципального троллейбуса немало и тех, кто ездит из Новочебоксарска в Чебоксары каждый день на работу. Теперь с вводом троллейбуса я буду ездить на троллейбусе, потому что я и по городу езжу. Только на троллейбусах, покупая проездной билет еще с тех давних времен, вот, ну, комфортно, удобно. Стоимость билета между городами в троллейбусе не выше, чем в автобусе, а при оплате картой на рубль дешевле. В ближайшее время для пассажиров межмуниципального рейса должен появиться и безлимитный проездной. По карте? Да. По карте дешевле. По карте дешевле, да. Мы ездим в Чебоксарск на работу. Работу? Где работа? Пока всегда тяжело. Как ты? Получились, да? Да. Связать два города троллейбусным сообщением планировали давно. Но тянуть контактную сеть из Новочебоксарска в Чебоксары дорого и долго. Проблему решили электробусы на автономном ходу. Без контактной сети эта машина может преодолеть до 30 километров. Так электробус добирается до города спутника. Остановка. Да, косинцы, чуваки, разберяются. Межмуниципальный троллейбусный рейс должен разгрузить пассажиропоток, отметил глава республики. В часы пик между Чебоксарами и Новочебоксарском курсируют более 250 автобусов. Но и этого не хватает. То, что сейчас сотный маршрут открывается между Чебоксарами и Новочебоксарском, это дает возможность для того, чтобы пассажирам и горожан города Новочебоксарска и города Чебоксары ездить без больших проблем. Номер маршрута 100 символичен. Его запуск приурочен к юбилею республики. В первое время между городами будут курсировать 4 электробуса. Остальные приобретут до конца года. Такие планы озвучил Михаил Игнатьев. На это мы выделим не менее 1 миллиарда рублей с учетом федерального бюджета. И с точки зрения, в течение максимум 5 лет мы полностью обновим весь троллейбусный парк. Мы признаем, что троллейбусы уже старые отдельные. С учетом получения новых машин есть возможность реально повысить качество и комфортность перевозок пассажиров с учетом приобретения нового подвиженного состава. Ну и, так сказать, старые троллейбусы списать и тем самым обеспечить безопасность перевозок пассажиров. Поэтому здесь выигрывают все. Но я думаю, что со временем ново-чебоксарцы получат такие же троллейбусы, когда программа срабатывает. Режим работы межмуниципального рейса уже утвердили. Из Чебоксар первые троллейбусы отправятся в 6 утра. Из Новочебоксарска без 10-7. Интервал движения в часы пик не должен превышать 13 минут. Библиотека – конечная остановка этого межмуниципального троллейбуса в Новочебоксарске. И уже со следующей недели между городами он начнет курсировать постоянно. Этот маршрут можно преодолеть, в принципе, и без штанг. Штанги сняли на Красной площади сюда и обратно. В перспективе расстояние маршрута намерены продлить. До конечной остановки северо-западного района Чебоксара. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Павел Рядков и Валерий Рязюков. Республика.